Ты удивлен тому, что я сейчас стою не на горе и рассказываю свои квартиры? Да все очень просто. Если ты иногда выходил на улицу, смотрел телевизор, то мог заметить, что многие из нас провели сезон не совсем так, как его планировали. Кто-то не поехал на Нью-Старк, кто-то не поехал на майские праздники, кто-то вообще летом остался сидеть дома. Так вот, за прошедший сезон, но не полный, мы сняли очень много материала по Эльбрусу. И про канадки, и про катание, и про трассы, и про инфраструктуру. Но выкладывать его тогда, когда мы все сидим дома, когда мы не можем себе позволить никаких путешествий, было бы совершенно глупо. Поэтому весь монтаж, всю работу по этому проекту мы отложили до начала сезона. И сейчас, конец октября, мы начали монтировать видео для тех, кто планирует отправиться на Эльбрус, кто едет туда в первый раз. Мы хотим рассказать все моменты, все особенности по этому курорту. И пригласить на наше путешествие, которое состоится совсем скоро, о нем мы расскажем в конце. Всем привет, это Спортфэмили. Сейчас мы находимся на поляне Азау, горнолыжного курорта Эльбрус. И расскажем всем нам, что такое поляна Азау, что действительно является поляна Азау, сколько трасс на поляне Азау. И познакомим вас со всеми моментами, которыми нужно знать перед поездкой на курорт Эльбрус. Есть национальный парк Прильбруссия. Это не только сам курорт, это не сама гора, это очень много местности, которые находятся рядом. Это северная Прильбруссия, южная Прильбруссия, несколько ущелий, которые попадают в этот парк. В том числе Баксанское ущелье, где в конце находится непосредственно сам горнолыжный курорт Эльбрус, на котором мы находимся. И второй курорт Чигет. И многие, когда называют поляна Азау, называют курорт Эльбрус и понимают под курортом Эльбрус поляну Азау. То есть очень сложная механика, мы не с первого раза это поняли, но все-таки потом разобрались. Люди курорт Эльбрус называют курортом Азау. А второй курорт, который Чигет, они не знают, как он называется и как-то вот так лавируют. То есть на Азау или не на Азау. Так вот, то место, где мы сейчас находимся, это поляна Азау. Это местечко, то есть это не географическое название, это просто какая-то такая локация. Поляна Азау это уже местность с поверхностью. Здесь находятся отели, здесь находятся кафешки, здесь находится как раз та самая нижняя станция французской гондольной канатной дороги на высоте 3250 метров. От нее мы можем подняться на следующую станцию, которая находится чуточку выше, это станция Кругозор. И вот тут уже начинается первая трасса, Кругозор-Азау, которая спускается на саму поляну Азау, где продают скипасы, где вы живете, где вы ходите в кафешки, где вы ходите в магазинах. Как таковой на поляне Азау трасс нет. Но если докопаться, на Азалу все-таки есть трасса. Это учебные склоны, которые обслуживаются бугельной канатной дорогой и новой канатной дорогой. Точнее, это не канатка, это ленточный подъемник, на который ты становишься, можно даже не отстегивать полностью сноуборд. Сама трасса находится на высоте 3000 метров 2350, с перепадом порядка 700 метров. Эта трасса называется Кругозор. Полный спуск с Кругозора до Азау, он у нас будет закреплен. Вот здесь ты сможешь его посмотреть уже после этого ролика. Следующая трасса – это станция Мир Кругозор. Чтобы по ней спуститься, нужно подняться еще выше, с высоты 3000 метров со станции Кругозор до станции Мир до высоты 3500 метров. И как раз это будет вторая трасса. И есть третья трасса, которая идет со станции Горбаши, которая находится на высоте 3800 метров, если мы говорим о подъеме на кресельной канатной дороге, и 3850 метров, если мы говорим о подъеме на гондольной канатной дороге. Гондольная канатная дорога выглядит вот так, то есть это закрытые кабинки. Кресельная канатная дорога – это такие кресла, на которых вы сидите открыто с очень крутым панорамным видом. Это уже третья трасса. Когда нас спрашивают, сколько трасс открыты на поляне Азау, мы отвечаем – нисколько. Потому что на поляне Азау трасс нет. Трассы на Эльбрусе располагаются не в ширину, не в разные стороны. Они располагаются этажами. Грубо говоря, на курорте есть четыре этажа. Четвертый этаж – это станция Горбаши. Вы с нее спускаетесь до станции Мир. Следующая станция Мир – это третья станция. Третий этаж, грубо говоря. Следующая станция – это станция Кругозор. Это второй этаж. Вы можете спуститься, соответственно, с Мира до Кругозора. И самая нижняя станция, первый этаж – это поляна Азау. Так вот, вот эти трассы открываются в зависимости от их оснижения. И есть еще одна зона катания, которая не называется трассами – это катание на леднике. Туда можно подняться несколькими способами. Это снегоход, это ратрак и это пеший подъем. Можно их сделать на кошках, можно его сделать, соответственно, пешком в обычных сноубордических ботинках. Но желательно иметь с собой палочки. Так будет удобнее. Если тебе было полезно это видео, не забудь поставить лайк, оставить комментарий. И дальше я тебе расскажу о нашем предстоящем путешествии на Эльбрус в ноябре. 4 ноября стартует наше горнолыжное путешествие на Эльбрус. Первое путешествие в сезоне 2021. Мы будем кататься на леднике с высоты 4000-4100 метров до 3800 метров. Это примерно с приюта 11, но чуть-чуть не поднимаясь до него, до станции Горобаши. Это уникальная возможность начать сезон в ноябре, тогда, когда большинство курортов еще закрыты. О каталке можно только мечтать. Уникальная возможность катнуть раньше всех. С нами едут ребята абсолютно разного уровня катания. Есть новички, есть ребята в прошлом году, кто вообще только остановился на доску. Они, кстати, тоже едут в этот раз. Есть ребята, кто уже, по-моему, 5 лет подряд вместе с нами путешествует на ноябрьские праздники. Поэтому ты можешь присоединиться с разным уровнем катания. Трасса, точнее вот этот участок, на котором мы будем кататься, он достаточно пологий и достаточно легкий. Это только первый наш ролик по курорту Эльбрус. Мы будем делать целую серию обзоров, поэтому пиши в комментариях, что бы тебе хотелось увидеть. Сейчас, буквально через 10 дней, мы будем уже сами там, будем кататься и будем потихонечку писать отзывы, видосы, обзоры того, что сейчас происходит на курорте. Квитим на те вопросы, которые вам действительно интересны.